Присесть отдохнуть, зарядить телефон и подключиться к бесплатной Wi-Fi-сети смогут жители улицы Пожарского. Около дома номер 6 появилась новая зона отдыха. Проминаться скульптурами лебедей и декоративными мостиками получил название «Белый сквер». Сердце счастьем переполняется, потому что мы так ждали именно этот уголок, потому что столько здесь деревьев, красоты. Каждый вечер я гуляю, здесь дома наши все рядом, мы все здесь всегда отдыхаем. Идем с сумочками, вот я поставила, села, отдохнула. Пенсионер сел, почитал книжечку, зарядили телефончик. Ну, на высшем уровне. Пустыри и заброшенные территории городского округа стабильно продолжают превращаться в облагороженные общественные пространства. В рамках проекта «Именные скверы» в Химках появилось уже 15 таких объектов. Силы и средства в эти проекты вкладывают и местные предприниматели. Схема отлажена. Жители городского округа предлагают свои локации, а бизнесмены создают там современные пространства для отдыха и прогулок. В «Белый сквер» инвестировал Павел Поляков, владелец кафе по соседству. Здесь, как говорится, ведем бизнес, да, и сам я местный житель. Я здесь родился, на левом берегу родился, и всегда хотелось, как говорится, что-то в душе сделать, что-то такое, чтобы было заметно и видно. Место красивое, вот даже деревья, они растут в виде аллеи. Сквер сам просился. Второй сквер появился на улице Академика Грушина. Прогулочную зону украсили стильные деревянные беседки и множество скамеек для отдыха. Было очень-очень много запросов жителей, что эта часть города очень стала развиваться динамично, а вот таких мест, где можно отдохнуть, посидеть, практически нет. И вот это вот первая ласточка. Власти не собираются останавливаться на достигнутом. До конца ноября откроют еще две зоны отдыха – Сквер Победы и Театральный. Вместе они станут большим променадом вдоль проспекта Мельникова в Новых Химках. Свои предложения по благоустройству городского округа жители могут отправлять на официальную почту администрации или обращаться в общественную приемную администрации муниципалитета.